Впервые знамя на Руси, как государственное представительство князя, появилось при князе Летославии. Это было красное полотнище, на котором было изображено желтое солнце. Да, ерелин знак, так называемый. В дальнейшем этот знак прижился. Уже мы на стягах, например, Александра Невского, Дмитрия Донского увидим красное полотнище с изображением Спаса Нерукотворного. И в дальнейшем именно красное знамя было символом Руси, символом Московской Руси и персональным знаком наших государей. Даже Петр I, который известен своей реформой именно в области знаков, символов и флагов, свое персональное знамя, это красное полотнище с треугольником, где были изображены лики святых, ну, в частности, святого Петра, покровителя царя. Впервые же Триколор появился у нас именно как Триколор, то есть белый, синий, красный, да, при Петре I. И это был так называемый флаг конфузы или флаг поражений. Конфуз был связан с тем, что очень часто, когда наши корабли выходили в Балтику под этим знаменем, создавалось впечатление, что это терпище бедствия судно голландское или какое-то из европейских держав. Издалека постоянно путали. Вторая очень важная вещь, как боевое это знамя впервые было использовано при битве при Нарве. И, соответственно, русские войска ее проиграли, и знамя захвачено до сих пор хранится в Швеции. То есть знамя уже с самого начала было воспринято и в войсках, и в населении как знамя поражений. Поэтому очень быстро это знамя ушло на второй план. И основным знаменем русского флота и русской армии стал знамя с Андрейским крестом. Сам же Триколор, дабы сбагрить его куда-то, был объявлен торговым знаменем торгового флота. И очень долго именно таким вот торговым знаменем он и оставался. Причем надо учитывать, что население его совершенно не знало, потому что торговый флот у нас был очень неразвит. И как внутри страны, так и за рубежом. Вот мощный военно-морской флот знал весь мир, знал о России, а торговый нет. Более того, не знали даже, как правильно расположить цвета. Если мы посмотрим на картины великих наших художников, то мы увидим, что там меняются красный с синим, переворачиваются. Ну, знаменитая картина Репина «Бурлаки на Волге», где знак перевернутый. И так далее. Более того, специально даже, когда уже более-менее знамя стало официальным, а стало оно официально только при Александре Третьем, как некое народное знамя. Потому что было государственное знамя, было монархическое знамя, и нужно было дать что-то народу. А так как в народе популярность имели красные знамена, а красные знамена к тому времени уже в Европе ассоциировались с революцией, дабы увести население от красных знамен, то есть от исконно русских знамен, но при этом имеющих в себе и теперь революционный накал, было решено ввести вот этот вот триколор. Его сначала использовали как знамя для драпировки. То есть просто для украшения городов, дни торжеств. Для этого всем полицейским, дабы вывешивали его правильно, была выдана такая небольшая бумажка, на которой было написано БСК, то есть белый, синий, красный. Наш народ любит сокращать, поэтому у этого знамя появилось две клички. Первый Бесик, да, и вторая Босяк. Непосредственно уже как национальное знамя, но опять же обращу внимание, национальное, а не государственное. Это знамя было введено Николаем Вторым. Опять же, как мы видим, получив некий государственный стимул в самый период поражения русско-японской войны, поражения в Первой мировой войне. И опять же у населения это знамя начало ассоциироваться с поражениями, с конфузом и так далее. Большой популярности знамя не приобрело. И даже во времена Николая Второго в войсках совершенно не использовалось. Как боевой знамя не было известно. Как государственный стяг это знамя было поднято временным правительством и перестало существовать в январе 1918 года. Итого, за всю историю своего существования это знамя просуществовало как государственным 10 лет при Петре Первом и несколько месяцев меньше года при временном правительстве. Красные знамена это и знамя и князя Святослава, и князя Ярослава, и князя Владимира, и князей Александра Невского, Дмитрия Донского. Флаг князей московских это опять же красное полотнище с копьеносцем или георгием победоносцем. Красные полотнища использовались как знамена почти всех полков и царской России. Если мы откроем Геральдику царскую, то мы увидим, что большинство гербов, гербовых знамен, опять же расположено на красном фоне. Вплоть до Екатерины Второй, а вы знаете, что Екатерина Вторая была немка, и соответственно ей были ближе немецкие цвета, непосредственным знаменем русских императоров также было красное знамя с белыми на нем изображениями цветов и узорами. Красное знамя, как именно историческое знамя, было воспринято и советскими художниками. Ведь если мы посмотрим на миниатюры о Мамаевом побоище, о деяниях святого Александра Невского и так далее, мы увидим, какое там изображено полотнище. Это треугольное знамя, где вдоль древка идет синяя полоса, иногда бирюзовая полоса, дальше абсолютно красное полотнище. Именно при утверждении знамени РСФСР, уже прямоугольного знамени, была использована прежняя расцветка. То есть получается, что советская символика оказалась хоть и революционной, хоть и новой, но при этом исконно русской. Именно это, пожалуй, больше всего ненавидел в ней Борис Ельцин. Трудно, конечно, говорить о том, что знамя непосредственно как символ показывает суть государства. Наверное, это все-таки из области мифов и легенд. Но любой символ несет на себе психологическую нагрузку. И надо учитывать, что то, что за 20 лет это знамя так и не прижилось, что за 20 лет люди продолжают презрительно называть его Власовским, говорит о том, что психологическая нагрузка, которую несет этот символ, то есть символ сначала флага конфуза, потом флага поражений, потом флага предателей, потом флага откровенных врагов России, сохраняется. И до тех пор, пока у нас не будет символов, которые могли бы объединить все государство, символов, которые были бы исконно российскими, но при этом современными, у нас не будет ни мира, ни нормального развития. Мы не сможем полноценно считать себя гражданами нового единого государства.